даешь бомбеж порезать березку березку мы трогать не будем у нас стоит грушка которую до меня резал заказчик в прошлом году весной потом я пришел на все это дело весной посмотрел пару попытался что-то отрезать здесь понял что отрезать нечего он все что можно вырезал внутри здесь внутри вот такого волчка не было и я его трогать не буду для меня это сокровище потом пришел я летом летом все это делать по укорачивал и у меня получилось море раз море разветвление кучу мелкой веточки очень рвался отрезать все так называемые волчки я сказал трогать не будем и мы получили цветочную почку в этом году руша нам даст хрюшки это вот все заложилось как на толстая вертикальная веточка у меня заложилось почечка цветочная так и здесь цветочная почка побежки короткий раз привязал два привязала никак не хочет ветвиться но она мне дала хоть один и спящей почки побег это хорошо что сейчас буду резать думаете мелочевку отрезать не 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 я сейчас зайду отрежу одну ветку влах там пеньком еще я даже отрезать нормально не буду это пенек вот так все ветка у меня сейчас уйдете хотя я ее могу честно говоря не отрезать но мне надо отрезать потому что ну везде вот куда ни кинься почка цветочная почка цветочная для данной игрушки это даже многовато берется молодое еще один момент у нас внизу раздвоение не стал убирать веток мало ветвиться плохо вот этот угол хоть и острый считается потом видите валик не вот так вот а тут валик данный валик могу даже не трогать у меня ветка с нее пойдет вот сюда и вот уже веточка пошла вот сюда дело в том что сюда у нас веток нету у нас пусто вот идет ствол и ствол пустой он подумаем 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 ничего нету единственный вариант организовать сейчас ветку не переделать не ломать все дерево еще и просто сохранить урожай оставить это добро и следующий вариант нам нужно вызывать рост внутри побегал это обязательно нашла сюда чтобы здесь вот паной 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 ростов что она не хочет она вот 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 все на края только на края выбираем один подпроводничок вторую мощную сейчас веточку удаляем как она будет сейчас болтаться ну уже поняли и удалю сейчас вот эту а потом поясню почему все поехали озвучим проблему почему было принято вот такое решение до этого которые говорю ветка в одну сторону и ветка другой именно крупную не мелочевку хочу обратить ваше внимание смотрите побег идет длинный 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 разветвление только аж вот там по данной части она даже не хочет нам давать еще побегу и есть я буду подрезать только там кончики только вот стоит там далеко будет отрастать вот здесь побеги то есть отрезал кончик у меня вырос здесь по это кучу ветвей вот так вот вырастет отрежу здесь вырастет вот здесь кучу по это ветвей отрезав здесь груша и спящих почек даст мне веточку одну вторую может выдать у целый пучок тем самым вот это пространство она будет заполнять дело в том что все очень внимательно обратить внимание несмотря на то что ее прошлом году подрезали а паучка мало всего лишь за все время она дала только один побег вот он вот он вот он наш родименький только один и выругать не буду я его потом возьму летом наклоню или сейчас могут сделать прям вот так вот вот я уже вот его закинул под веточку он не заложит цветочную почечку и буду рушка вот здесь а потом уже через некоторое время я перережу мне опять вот сюда вырастет веточкой будет заполняться опять вот здесь соответствие с нашей задумкой еще такой момент груш принципе нам достаточно у нас есть более вертикальная ветка но есть более горизонтальные уберем пока на более горизонтальные так можно тоже сделать вместо по классике чтобы выводилась у вас одна ветка можно на разветвление на более боковые что это нам будет давать данное решение когда усилит вот эти ветви соответственно но у нас там вырезана там вырезана соответственно будет стараться на нам выращивать а ничего не будет стараться а тут нет ни хрена ничего вот буду на все где я стою вот пожалуйста цветочная цветочную цветочное почка цветочную цветочная . на ветка мне уже туда дальше не нужно кстати вот эта часть да здесь будет закладываться на следующую цветочная почка но на мне здесь не нужно дело том что наш потом будет еще и ну отрежу я здесь кончик но она опять пойдет тогда дальше и ветка потом далеко мне нужно максимально как можно ближе чтобы здесь нарастали и это я добро морочиться не буду я его отрежу это вот будет на клик здесь у меня пойдет опять веточка полного повторяться на нее не обращая внимание поступав по новой повторяться будет но при вот такой подрезки спровоцировать будет допал че я несу я неправильно это сейчас мысли потерял почему мы вырезаем на 1 летку или можно в обне резать можно было вне резать ветка туда дальше пошла расти но при вырезке питание пойдет конечно вот сюда рванут вот здесь побеги если вырежу прям под почку то с почки пойдут тоже побеги имеет смысл вообще это добро делать тогда когда у вас ограничение по пространству ну или вы и желаете создать более такую аккуратную и компактную крону внешне во время цветения это тоже имеет смысл но при этом при этом не вызвать рост новых побегов и спящих почек чтобы спящих цветочных почек я сегодня вообще жгу из цветочных почек цветочных почек нам не нужно это побеги пускай побеги от отрастает вот здесь потому что который вы оставите . вот эти две три почки они рванут в рост тем самым не будет у нас огущаться внутрянка и я могу зайти все вот эти края по подрезать будет выглядеть более аккуратно нам с одной стороны здесь новые побежки внутри нужны я специально сейчас позарежу все краешки пускай ветвятся она будка обязательно ветвиться вот здесь это будет загущать крону но будет гораздо заставлять стимулировать и просыпаться новыми побегами отсюда прям по ветке но она будет мало конечно это толкать сама будет больше все толкать пробуждать новые побеги когда мы удаляем толстые ветви вот толстые ветви как раз стимулируют наращивание побега но чтобы еще раз усилить этот эффект надо будет зайти вот эти все концевые по урезать но не забываем что летом летом здесь пойдут три побега два побега надо будет отсюда удалить один побег оставить это сюда обязательно на будет летом зайти но у нас получится аккуратненько игрушка все сейчас я сделаю покажу а теперь я поясню вообще какого здесь вообще творится и почему вот 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 прям вот я ее сейчас очень жестко зарезал беда следующем еще раз повторюсь повторением отключения у нас у нас у нас у нас здесь в свое время были побеги свое время закачки здесь удалял вот пусто-пусто здесь еще цветочная почка есть она заложилась в этом году нам даст грушу но со временем здесь ничего не будет и уже мы берем я беру просто локоть и уже сантиметров 70 давайте на желчку у меня ножовка 40 полотно вот она 50 сантиметров у меня вместе с ручкой посмотреть больше 50 сантиметров просто метку пустоты и точно так же творится здесь от основания больше 50 и только что там уже пошли разветвления при создании аккуратной компактной груши это недопустимо при том что основная масса груш пытается организоваться больше под на краях у нас цветочная почка находится здесь 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 представьте и что произойдет ветку начнет ломать нам это не надо нам нужно чтобы вот тут заполнялись а были тоже веточки здесь пространство было с плодами с плодами и уже концу ветка должна получается каждая ветка должна похоже в виде треугольника она у нас концу сужается тут сюда расширяется и опять вот здесь будет кусочек небольшой кусочек не буквально небольшой кусочек сантиметров 20-30 мертвой зоны и мне нужно заполнить побегами прямо-то очень нужно но при этом уже груша груша в этом году заполнена урожаем цветочная почка у нас каждая ветка цветочная почка цветочная почка и это все будет все в грушах будет а груш на себя заберу часть питания и будет росла поэтому убираю крупная еще одна крупная внизу делаем довольно длинный пенек если делаю короткий пенек нет растет тут пенек сантиметров уже ну где-то 7 8 почти по 10 сантиметров и еще один пенек здесь убрали 1 крупную 2 крупную 3 крупную убраны вместе с урожаем здесь у нас урожай 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 тем самым уменьшена нагрузка на грушу мне будет высвободиться энергия выкормить плоды нам дать нарастить новые побеги наша задача прийти летом либо согнуть побеги либо подрезать побеги но задача стоит аккуратно компактную грушу и набитную сделать чтобы у нас вето веточками веточками на красиво еще смотрелось поэтому надо будет летом обязательно резать принципе на этом я думаю можно и завершиться и не надо бомбить там ветка под таким углом по такие мы не сделали соподчинение вот ветку оставили ветка вся в плодах и эта ветка выкормит в этом году хорошую грушу здесь мне эта веточка дорастет в этом году на следующий год я зайду и вот так отрезаю вот так зайду ряс и отрезал у меня эта часть сдаст грушу это отрезается это уже дорастает и на следующий год будет уже вот эта ветка и у меня пошла более плавная скелетная ветка без каких-то резких подъемов нам нужно чтобы были некоторые ветви временной кто-то должен нас накормить напоить пожалуйста вот прекрасно здесь даст грушу здесь тоже нам даст грушу . есть вот где она вот она вот она есть вот она прячется и нам груши покушать в этом году хватит груша будет крупная для ну насколько здесь какой сорт насколько она позволит и она это все выкормит еще нам побеги даст всем хочу пожелать хорошего настроения удачи и пока груша